Музыка Эй, привет! Тебе и твоей музыки, дружище, так отбарабаниваешь всю жизнь, да? Нет, сэр, скорее отхрамываю. Да? А что ты храмой? Просто имею в виду, что живу неподалеку от храма. Поэтому говорю, что отхрамываю. Выходит, если король живет недалеко от реки, то он отрекается. А если ты стоишь недалеко от церкви в колпаке, так она тебя околпачивает, да? Совершенно верно, сэр. Подумать только, что нынче за времена. Любое утверждение для зубоскала, что замшевая перчатка. Ничего не стоит вывернуть его наизнанку. Вот это точно, вот это точно. Если бездумно играть словами, они становятся легковесными. Поэтому я не хочу, сэр, чтобы у моей сестры было имя. Почему? Имя тоже слово, если им играть. Репутация моей сестры может стать слишком легковесной. И вообще, надо сказать, что слова стали сплошным жульничеством с тех пор, как на них навешали замки. Ты можешь доказать это? Сэр, без слов не докажешь. А слова настолько и залгались, что не хочется им доказывать правду. Слушай, да забавный малый, кажется, ничто ни во что не ставишь, а? Нет, сэр. Кое-что я во что-то ставлю, но, честно говоря, не вас. Слушай, а ты не дурак ли, леди Оливия? Что вы, сэр, по части леди Оливии дураков нет. Вот когда леди Оливия выйдет замуж, у нее появится свой собственный дурак. Дурака также трудно отличить от мужа, как селедку от сардинки. Только муж толще. Ну, а что касается тебя? А что касается меня, то я здесь не дурак. А кто? Мастер по порче слов. Да? Ага. Мастер по порче слов, я не тебя ли видел недавно, у герцога Орсина? Ммм? Дурость, сэр, повсюду гуляет, как солнце. И везде светит. Мне было бы жаль, если бы она реже встречалась у вашего хозяина, чем у моей хозяйки. Но мне кажется, сэр, что я там же встречал и вашу мудрость. Да, 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 да. Если возьмешься за меня, придется ретироваться. Держи золотой. Сэр, вам не кажется, что если бы их была парочка, они могли бы размножиться? Да, особенно если их сложить и применить с пользой миледи у себя. Миледи у себя, сэр. Пойду объявлю, откуда вы. Ну, кто я? Ну, кто вы такой и что вам надобно, это вне моего горизонта. Ну, все. Вне моей компетенции. Ну, все. Если бы это слово не было затасканным. Ну, дурак, он, валяй, дурака. Да, это дело требует ума. Он должен знать того, над кем смеется. Он должен понимать людей. Время и бить без промаха. Любую птицу, как Соколна. А хоть это дело не легче, чем занятие мудреца. И часто ум у дурака в руках, а умный остается. Дурака. Благослови вас Бог, джентльмен. Деву гард, месье. Я возрасту, месье. Вот он, сэм, вот он. Хотел бы верить, что это так, месье. А я ваш покорный слуга, месье. Вот так. Не угодно ли войти в дом? Моя племянница жажда, чтобы вы вошли, если вы направлялись сюда. Я направляюсь к вашей племяннице. Он, собственно говоря, является целью моего вояжа. Для этого вам достаточно воспользоваться ногами и включить их в движение. Я больше доверяю собственным ногам, чем собственным мозгам. Поэтому не совсем понимаю, что значит воспользоваться ногами. Входите, Саша. В таком случае я воспользуюсь ногами и войду. Ну, нас опередили. Прелестнейшая, благовоспитаннейшая леди запрольются на вас выше благоуханные дожди. Этот юноша редкостно владеет придворной любезностью. Благоуханные дожди, как скадун. Моя миссия может обрести голос только при вашем чутком и благосклонном внимании. Чутком и благосклонной благоуханной. Это троица, мне может пригодиться... Ну, придвойтесь, зато вы салитку не мешаете мне слушать. Позвольте вашу руку, сэр. Покорнейший готов служить, мадам. Ой, ой, ой. Как вас зовут? Цезарио, принцесса. Так именуют вашего слугу. О, сэр, моего слугу. Мир поскучнее у притворства, выдаваясь за любезность. Вы, милый юноша, слуга Урсина. Но герцог ваш слуга, а я его слуга. Слуги есть ваш слуга, мадам. На нем я и не думаю. Он пусть лучше будет пуст, чем мной... Мадам! Что? Я к вам пришел, чтобы вашу нежность вы обратили на него. Ну, прошу, не говорите мне о нем. Ну, если есть какое-то другое ходатайство. Оно у меня прозвучит музыкой сверху. Вот, дорогая леди... Ой, вот, позвольте, я скажу. Когда недавно вы здесь выказывали обаяние, я вслед кольцо послала. Тем унизить могла себя, слугу, возможно, вас. Поступок мой достойно осуждения, когда с таким обдуманным коварством я навязала вам чужую вещь. Что вы могли подумать? Прихвоздить к столбу суровейших предположений могли бы репутацию мою. Ну, довольны, чтобы понять. Прикрыто сердце мое не плотью, а прозрачной тканью. Ну, что вы ответите? Мне вас жалят. Ой, ну, это шаг, Люви. Не на йоту, ведь и врагов порой жалеем мы. Ну, что ж, настало время улыбнуться. Как бедные бывают щепетильные. Да, если суждено бы чьей-то жертвы, то уж достойнее жертвы льва, чем волка. Теряю время. Юноша, не бойтесь, вы не нужны мне. Впрочем, кое-кто приобретет хорошенького мужа, когда дозреют возраст ваш и ум. Ваш путь теперь на запад. Эй, на запад. Приятного расположения духа. Есть что-нибудь для герцога у вас? Нет. Ой, постой. Ну, скажи, что ты подумал обо мне? Что вы себя считаете не тем, что есть на самом деле. А тогда я в этом же подозреваю вас. А вы правы, я не то что есть. Ну, были бы тем, что я хочу. Да, лучше было бы, мадам. Возможно. Ведь теперь я лишь игра. Ой, как прекрасно. Даже и насмешка. В его устах презрительных и гневных. Лишь вор в потемках заметает след. Любовь же выставлена вся на свет. Зарю, тому порук и честь. Цветение розы, правда, все, что есть. Ну, я так люблю рассудку вопреки, Что не умею скрыть свои тоски. Ну, я знаю, вам не любить меня. Резонов тьма. Ну, сердце не зависит от ума. И довод в пользу всех моих признаний. Незваная любовь. Всегда желаю. Одна душа и правда мне дана. И женщин на свете ни одна не будет им хозяйкой. Господин души и своей сердце я один. Адьёй, мадам. К вам, герцога, слезу. Я больше никогда не принесу. Нет, приходите. Вы лишь, может быть, немилого заставите любить. Нет, я больше здесь ни минуты не останусь. Это факт. А, резоны, дорогой капризник. Резоны. Да что тут говорить, когда я собственноручно видела, как ваша племянница любезничает с придворным герцогом на моих глазах, так как мне этого не снилось, никогда это происходило в саду. Скажите, а видела она вас? Да так же ясно, как я вас вижу. Ну, вот, сэр. Это же знак. Любви. Да у меня что, за осла принимаются? Да, то есть нет, ну, сэр, зачем же так? Хорошо. Хочешь, что я тебе сейчас докажу это по всем законам? Доказывай. Пожалуйста. Она делала вид, сэр, что благосклонна к этому юнцу на ваших глазах для того, чтобы вывести вас из себя. Ну, да? Чтобы пробудить вашу уснувшую доблесть, сэр. Чтобы расстравить ваше сердце, вашу печень, ваши пачки. И так далее, сэр. Вы должны были подойти мягко и грациозно, как кошка, несколько, как кот, сэр. И несколькими остротами высокого класса, свежими с огоньком, так осадить этого типа, чтобы он лишился речи, а вы сами... Вы взяли и проворонили. Вы шанс упустили, сэр. И дали свыть с него двойную эту самую. Ну, неважно. По золоту. Да. Так вот, сэр, теперь можно спасти дело. Можно, но только проявлением доблести, достойным похвалы. Не-не-не. Не? Или же можно спасти еще и политическим ходом. В таком случае я предпочел бы доблестью. Потому что я политики, это я вот терпеть не могу. Для меня, что быть политиком, что пуританином. Да, достройте свое счастье на смелость. Да. Пошлите вызов герцогскому парню, деритесь с ним, проткните его в 11 местах. Твоя племянница, конечно, знает об этом. И уверяю вас, ни одна своднева в мире не может аттестовать мужчину в глазах женщины так, как смелость. Действуйте. Прошу. А кто передаст мой вызов? Я согласен. Ну что же, идите и напишите ему твердой рукой, резко и кратко, будь безостроумен, лишь бы убедительно и с воображением. Поиздевайтесь над ним, не мешает его несколько раз тыкнуть, обрехли. Сколько хватит чернил. Итак, за дела. А где встретимся? Где? Мы же идем за тобой в кубикол. Да. Куда? Комнату тебе. И вам действительно дорог этот фрукт, сэр. Это я ему две тысячи, не меньше. А что вы им делать с письмом? Будем вручать? Без всякого сомнения. А ты говори этого парня, чтобы он ответил. Я-то уверен, что их гужами и быками не сведешь. А Эндр, если его разрезать и в пищу у него окажется столько крови, что блоха сможет промочить ноги, я готов съесть всю требуху. Но, сэр, и в лице этого юнца, этого его соперника, по-моему, нет никакой кровожанности. А вот прилетела наша птичка-невеличка. Хотите повеселиться? Животики надорвать? Пошли со мной. Этот балбес Мальволюа впал в язычество и обусурманил. Он уже в желтых чулках. И подвязка, крестакость. В самых безвкусных шельма, как учитель приходского училища. Я шла за ним тайком, как вор. Он выполняет все пункты письма. От улыбок у него на лице сделалось столько складок, как на карте с изображением двух индий. Вы сроду такого не видели. Мне так и хотелось дать ему чем-нибудь по голове. Миледи убьет его точно, но он все равно будет улыбаться и сочтет это за величайшую милость. Пошли. Ай. Нет, я просто не хотела вас затруднять, но если труд для вас не тягость, нельзя вас и бронить. Как мог я вас оставить, ведь потребность во мне было острее, чем клинок не только видеть вас. Хотя и это могло утолкнуть на самый трудный путь. Скорее тревога, как вам здесь скитаться в местах, где чужеземец без друзей, без опыта. Порой наткнуться может на негостеприимство. Любовь и страх за вас вот что меня подвигло пойти за вами. Что я вам отвечу, Антонио? Спасибо. И спасибо, как часто за прекрасную услугу мы можем отплатить лишь только этим. Но если бы мой достаток был таков, как благодарность, не были бы вы в накладе. Ну, что теперь мы будем делать? Пошли осмотрим этот город. Пошли. Завтра, сын, сегодня нужно где-то разместиться. Да я не устала, значит, еще далек. Ну, прошу нас, идти в наше любопытство познакомиться со стариной, когда мы с вами этот город. Ну. Прошу прощения. Ну вот. Нельзя мне быть на улице без риска. Ну, почему? Я как-то в деле с герцогской эскадрой такую оказал ему услугу, что если в Липну мне не сдобровать. Что перевели вы людей? Ну, что вы, дело обошлось без жертв. Вам следует гулять за Паской. Еще бы. Сэр, вот кошелек. Остановиться нам следует в северном предместе у слона. Там нас накормят, я договорюсь. А пока ступайте, побродите и проведите время, питая любознательно своим осмотром города. Я через час вас ожидаю. А зачем мне деньги? Вдруг у вас прельстит какая-нибудь вещь, а ваши средства, сэр, не с той роскошной, чтоб тратиться на безделушки. Час посвящу осмотр и не стану разорять вас. Так у слона. Да запомнил. За ним послала я. Ну, вдруг придет. Ну, как его принять? Какой награды? Ведь молодость, пожалуй, подкупить намного легче, чем увлечь. Молчу. Да, где Мальволю? Он так серьезен и так он предан мне, что не сыщешь надежные слуги, не то что вы. Ну, где же он? Идет, мадам. Каким-то странным манером. По-моему, он спятил. А? А в чем дело? Он буйствует? Нет, мадам, что вы. Улыбается почем зря. Но лучше, чтобы кто-то был возле вашей милости, когда он явится. Я уверена, что он с большим приветом. Пусть он придет. А что со мной сейчас? И кто теперь безум не из нас? Мадам, его там нет. Ой, что? Ой, что? Ой, Мальволю, что с вами? Прелестная леди. Смеетесь? У меня к вам дело, скорее, серьезное. Серьезное? Могу быть и серьезным. У меня от этих подвязок, мадам, происходит закупорка вен. Но что из этого, если это приятно одной, со мной произойдет, как в правильном сонете? Одной приятен. Всем приятен. Мальволю, а с вами что-нибудь происходит? Нет. Никаких черных мыслей, мадам. Просто ноги у меня желтые. Оно попало собственные руки и письмо. Я разыскал этот изысканный римский почерк. А вот что. Может быть, вам пойти в постель, Мальволю? Я приду к тебе, мое сердечко. А-а-а! Ну что? Ну что? Улыбаетесь, как какой-то дурак. И вызывайте мне все время какие-то отвратительные, скрипучие гадости. Все ли у вас в порядке, Мальволю? Да. Ну, на сей вопрос, ловьякалкам ответствовали, да. Да как же вы смеете являться к своей прекрасной госпоже с такой неприличной развязностью? Тьфу. Да. Не пугайся величия! Так ведь было сказано. Что? Одни велики по рождению. А что это значит? Другие добиваются величия. Чего он там коротит? А иным оно даруется. Ой, исцели вас небо. Вспомни, кому нравятся мои желтые чулки. А при чем тут эти гадкие желтые чулки? Кто хотел меня лицезреть в подвязках? В подвязках? Держай и достигнешь того, чего пожелаешь. Иначе в моих глазах управитель, слуга не достоин коснуться перстом фортуны. Это я. Любимая. Он явно тронулся. Мадам, молодой джемпельмен герцога Арсина вернулся. Я ж трудом уговорила его вернуться. Он ожидается изволения вашей милости. А ну сейчас. Ну сейчас я к нему выйду. Благодаря Богу. Милая Мария, за этим субъектом надо приглядывать, да. А где ж мы родственник Тоби? Я отдала бы половину состояния, чтобы с ним нигде его не случилось бы. Ты чего довел женщину? Все моя! А теперь понятно, кто я. Вот все сходится с ее письмом. То есть она присылает ко мне своего родственника, чтобы я мог обойтись с ним с должной амбицией. Как она писала там. Будь нелюбезен с ним. Разговаривай как человек высокого положения. Держись как нечто незаурядное. Значит, следует, как этого добиться она. Строгая голова. Все мое! А как-то она прощалась, Боже. Как она сказала, говорит, субъект. Ни мальволю, ни позванию. Нежно, так интимно. Субъект. Господи. Спасибо. По имя всего святого, где он? Пустите, ну нет, к нему. Если даже все черки с петельку божили, чтобы влезть в него, и весь весовский легион не вовселился, я все равно с ним поговорю. Арсен! Вот он! Как себя чувствуете, сэр? Как самочувствие, дорогой? Ступайте, милый. Я увольняю вас. Вы нарушаете мое уединение. Ступайте. Видите, как демон буйствует в нем? Я вам говорила, добрый сэр Тоби. Миледи просила, чтобы вы взяли его под опеку. Правильно, правильно. Именно сэр Тоби, чтобы только приглядывать за мною. Ну, спокойно, спокойно. С ним так нельзя. Дайте я. Надо осторожнее. Как самочувствие, моль воля. Как дела, дорогой. Нельзя поддаваться нечистым. Надо помнить, что он враг людского рода. Сэр Тоби. Я... Сэр Тоби, вы соображаете, что вы болтаете? Видите, как его обижает, когда вы неучтиво говорите о дьяволе? Ой, не дай бог, что он кем-то околдован. Мэр. Я думаю, надо отнести его мочу. Ах. В знак. Да. Да. Нет, я лучше завтра, если жива останусь. Ой, как миледи огорчится, если с ним что-нибудь случится. Мистерис Мария, Мистерис Мариевна. Тихо, тихо, спокойно, неспокойно. Ну, так с ним нельзя. Вы видите, его это возбуждает. Да, тихо, тихо. Сэр, осторожно. Дьявол груб, но сам грубости не те. осторожно. Как дела, петушок? А? Иди сюда, цыпочка. Тихо, тихо, тихо. А, 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 а. Сэр Тоби. Сэр Тоби. Серьезным людям не подобает играть в прятки с сатаной. Сэр Тоби. Пусть помолится, пускай молитву скажет. Молиться еще, выдра? Слушайте вы, шентропа, мелкие сошки. Я ведь не вашего полиягода. Вы обо мне еще услышите? Хулиганье. Сэр Тоби. 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 Вот вызов. Куда? Сэр Тоби. Сэр Тоби. Сэр Тоби. Сэр Тоби. Ты не удивляйся и не потрясайся до глубины души, что я тебя так обзываю, потому что объяснять это не считаю нужно. Неплохо. Это обеспечит вас от правосудия. Ты заявляешься к леди Оливии, и она любезничает с тобой на моих глазах, но ты нахально брешешь. Не потому я тебя вызываю. Замечательно. Кратко и умно. Гумно. Я буду поджидать тебя, когда ты пойдешь домой, и пускай тут же ты убьешь меня. Что-что? Ты это сделаешь, как подлый негодяй. Ах, сэр, как вы здорово лавируете перед законом. Привет, и пусть Бог спасет одну из наших душ. Может, он приберет мою, но, надеюсь, на лучшее. Имей ты в виду твой доброжелатель, если будешь вести себя правильно, или твой заклятый враг. Что такое? Что? Эндрю Эйгич. О, действительно анонимное. Да. Вы знаете, если письмо это на него не подействует, тогда вообще на него ничего не подействует. Давайте, я готов его передать. Ага, это надо сделать сейчас. Пока он у миледи, а то он уйдет. Идите. Исторожите его в конце сада. А как только он появится, выхватывайте шпагу и приступайте. А приступившись, выражайтесь покрепче, потому что случается. Бывает так, что если выражаться покрепче, покуражести, можно представить себя эффектнее, чем в деле. Да. Дуйте. Так вы меня не поняли. Идите. Ага. По части ругни. Это я не спасу. Идите. Конечно, эту писанину я передавать не стану. Почему же сразу поймёт, что это писал критик? Я изложу его усно. Я изображу Игючика человеком отчаянной храбрости. И постараюсь слушать юному джентльмену самое преувеличенное представление о его бусте и забиячестве. Они так струсят, что убьют друг друга взглядами, как мы слезки. Они идут сюда. Надо что-нибудь придумать ужасное для вызова. Уйдём. Вот я всё решилась каменному сердцу сказать и даже честь ему вручить. Себя я осуждаю за оплошность, но так она упрямая и сильна, что никакой попрёк не страшен ей. Ваша страсть похожа на злосчастье патрона моего. Да? Да. А вот безделушка. Дарю на память. Это мой портрет. Нет, не отказывайтесь. Он молчит. Ещё есть просьба. Завтра приходите. Ведь я б не отказала вам ни в чём, что совместима с честью. У меня есть просьба. Полюбите господина. А честь не позволяет то отдать, что вам подарю. Я позволяю. Я с тобой попать могла. Пойди. Благослови вас Бог, Чантельна. Не знаю, чем вы ему так насолили, но он ждёт вас в конце сада полной ярости и кровожадной, как охотник. Засучите рукава и приготовьтесь попроворней, потому что ваш противник скоро на руку и бьёт на повал. Да. Прошу прощения, я не помню, чтобы я с кем-либо поссорилась. Но уверяю вас, что это не так. Поэтому, если вы хоть чуть-чуть цените твою жизнь, приготовьтесь, чтобы себя оборонить. А кто это? Ну, это рыцарь. Вы знаете, в драке он сущий дьявол. На его счету три души, разлученном с телом. Его девиз так, или сяк, ты или я. Да. В таком случае я вернусь в дом и попрошу леди провожать. Нет, уделяю вас, это не так. В данном случае возмущение происходит от явной обиды. Поэтому приготовьтесь, дайте ему сатисфакцию. И ни шагу или шпагу. Драться вам придётся, это решено, иначе век пусть не обнажать вам оружие. А вы бы не могли узнать у рыцаря, чем именно я его обидел? Потому что, ну, понимаете, нет, понимаете, это могло произойти... Господи. Могло произойти совершенно случайно, без всякого злого умысла, а? Пожалуйста. Ну, я не знаю. Ну, постарайтесь. Ну, я попробую. Попробуйте. Ой, я попробую. Фабиан, побудьте с Чантелленом, пока я не вернусь. Хорошо, сэр. Куда? Я? Местер. Простите, пожалуйста. Надам. А может быть, вам что-либо известно об этом деле? Сэр, я знаю только, что рыцарь в страшном негодовании против вас. Вплоть до летального исхода. А, стоит это за человек, сэр. О, сэр. Это один из самых кровожадных, самых опасных дурчунов во всей Иллирии. Да-да. Тихо, спокойно. Если угодно, мы пройдем к нему. Да что вы. По мне, худой мир лучше доброй ссорами. Я не тянет прославиться, как зверяку. Да? Нет. Ко мне. Ну, знаете, этот панель, сущий дьявол. Я с роду не встречал таких типов. Вы, знаете ли, здесь немножко с ним размялись. Ну, на рапирах, в ножнах, конечно. Он, знаете, делает такие выпады, что это просто невозможно. А при Батмане бьет так точно, что ноги не всплывает коснуться подошвами земли. Говорят, что он был учителем фехтования какого-то персидского шахта. Ой, чёрт. Чёрт по дерью, я бы не хотел затеваться с ним. Я бы не хотел. Ну, так а теперь же ты ведь ничего не сделаешь? Да, это белая сволочь! Послышите? Я выпущу ей кишки! Послышите, Фабиан, едва с ним справляюсь. Пусть он покончит дело миром. Пусть он покончит дело миром, а я подарю ему свою лошадку, своего чалого капилета. Я не знаю, узнать эту... Ой, 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 ой. Слушайте, садитесь там. Садитесь, стойте как ни в чём не бывает. Я убью тебя! Ничего, я покатаюсь на твоём капулете, как на тебе самом. Я полчу коля за мирный урегулирован. Я увидел, что этот юнец чистый я. Сэр, а этот мальчишка, он так дрожит, как будто медведь за ним по пятам гонится. Ничего не получается. Сэр, он решил с вами драться. Поэтому вот ваша шпага и его желание как бы исполниться. Но он обещал мне, поклялся, что вас не тронет. Боже правый, защити меня. Ещё минуту, и я признаю, что во мне вообще мужского ничего нет. Сэр, если почувствуете, что он будет вас колоть, залезайте на вязку. Залезу, конечно. Залезу, конечно. Да! Куда место? Юный джентльмен решил драться. По всем законам чести. Так. Верать! Вот, сюда. Ой! Ну, меня! Ну, меня! Ой! Сэр! Ну, меня! Сходи сюда! Быстро! Счастливый джентльмен! А-а-а! А-а-а! Эй, шпаги в ножны! Если этот джентльмен обидел вас, я за него отвечу. Если вы, я тоже расплачусь. Ставьте меня, пожалуйста. Не могу больше. Сэр, а кто вы такой? Тот, сэр, кто может сделать для него и более того, чем сказано. Но если вы берете на себя его обязательства, я к вашим услугам. Страга! О, вот этот человек. Исполняй. Антонио, я арестую вас по приказанию герцогу Орсину. Вы, видимо, ошиблись, сэр. Да нет, сэр, я вашу личность знаю хорошо. И даже без матросской шапки. Взять. Он знает, что его и опознал. Ну что ж, я должен подчиниться. Вот что значит искать вас. Ну что ж, семь бед, один ответ. Но как быть с вами, кошелек? Теперь я вынужден забрать вас. Моя промашка так меня не огорчает, как то, что я не в силах вам помочь. Вы, вижу, упали духом. Успокойтесь. Пойдемте, сэр. Я должен буду взять часть денег. Что за деньги, сэр? Ах, за вашу доброту ко мне я кое-что могу свить. Скудных моих достатков их не так уж много. Держите полказны моей. Вы отступились от меня? Возможно ли, что моим заботам не придавали вы значения? Можно ли усугублять мою беду? Не стану так низко опускаться, чтобы напоминать мои заботы. Но я не знаю их. И вас не знаю. Вас впервые вижу. Неблагодарно же я презираюсь в ней, чем зло, тщеславие или пьянство, чем все пороки, что нам портят кровь. Небеса. Пора, пойдемте, сэр. Еще немного. Этого юнца недавно вырвал я из пасти смерти. Всей святостью любви его берег, и ковру за его, в котором видел расцвет надежд, был набожно привязан. Нам не до этого, сэр. Пошли, пошли. А этот бог на самом деле идол. Вы, Себастьян, унизили ваш образ. Природу портит сердце пустота, но пуще пустоты не доброта. Прекрасна честь, что в нас заключена. А внешность лакирует сатана. Он, видно, спятил. Сэр, пора идти. Ну что ж, введите. Он говорил так пылко, что, наверное, за ним стоит уверенность. Что ж, это свершие желания, верить страшновато, но, может, принял он меня за брата? Меня назвал он Себастьяном? Что ж, брат, на меня как в зеркале похожий был, как я сейчас одет, мой брат. Такой же стиль, и цвет, и весь наряд. Ой, если брата мне вернет обратно волна, то буря нам благоприятна. Угол! 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 А-а-а-а! Красолевый шпингалет! Зайча душа! Ясно, что он бесчестный, потому что предал дорогам! А-а-а, он трус! Стой, я с войны отлуплю его! Я не обнажжусь! Я не обнажжусь! Вы хотите убедить меня, сэр? Ну? Что я послан не за вами? Слушай, оглашенный, отстань от меня, я тебе сказал. Отлично держится, ей-богу. Всё правильно. Леди не посылала за вами, чтобы с вами побеседовать. Вас звать не цесарио. Это не мой нос. И всё не то, и всё не так. Слушай, ты меня не знаешь? И пустозвонствуй где-нибудь в другом месте, ясно тебе? Пустозвонствуй. Пустозвонствуй. Он слышал от словечка от какого-то большого учёдова. И теперь пользует применительно к шутам. Клянусь, этот оболтус мир сойдёт за поймальчика. Не смотрите на меня букой. И скажите, как мне пустозвонствовать перед миледией? Будет ли пустозвонством сказать, что вы идёте? Слушай, ты, невозможный грек, проваливай отсюда. Держи монету и проваливай. Понял? Ты сейчас так получишь. Честное слово, сэр. Это от щедрой руки. Умные люди, когда хорошо платят дуракам, приобретают добрую славу. Правда, для этого надо платить 15 лет к ряду. Это от щедрой руки. Ну что? Что вы говорите? 5 или что ли? Что вы? Сумасшольца шел? Законец-то он сейчас заброшит твою савлю на крышу. Нет, не, 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 не всё, сэр. Отпустите его. Если бы я сделаю синаче, подам меня в суд за оскорбление идей семери. Если есть у нас в Валерии ещё провалин. Да, согрите. Оу! Пустите, ну. Ну, для начала я выпущу из тебя унцию другую твоей отчаянной крови. Пойду доложу об этом миледи. Даже за два пенса не хотел бы быть в шкуре любого из вас. Ай! Ты смотри! Не смейте, Тоби, стойте, я велю! Когда уж вы уймётесь, дикий варвар, которому бы место жить в пещере, забывший о достойном поведении! Ну, скандалисты! Прочь! Фу! Прошу вас, милый друг, судить не чувством, а разумом. Такое проявление отсталости и грубости. Пойдём со мной. Когда я расскажу, что за проделки устраивает этот негодяй, вы, может, посмеётесь и над этой. Ну, пойдёмте же со мной. Какой нахал! Он из-за вас меня разволновал. Не бред ли это всё? Куда плывал? Во сне лето или на югу, мне кажется, меня уносит лето. Но если это-то сон. Пусть длится. Это-то. Согласны вы последовать за мной? Куда угодно. Он совсем иной. Ой! Ой! Ух! Ух! Пусть он. Ух! Ух! Значит, на, одень эту хламиду. Представься ему с Эром Топосом, нашим приходским священником. Слушай, поговори с ним и скажи, как ты его находишь. А вообще, надо заканчивать с этим розыгрышом. Я сейчас с племянницей таких контракт, что не смог бы закончить этого без серьезных неприятностей. Слушай, поговори с ним и приходи пить испанской жопы. Переоденусь и сдано притворяться, как будто я первый, кто ломает кометь в такой рязь. Эй, вы там! Мир всему узилищу! Кто это говорит? Кто это говорит? Сэр Топос, помощник совещенника, пришел навестить Мальволео помешанного. Сэр Топос, умоляю вас, отнесите мое письмо к милене. Это, извините, непотребный дьявол, неужели все ваши помыслы Мальволео заняты женщиной? Сэр Топос, умоляю вас, ли с кем в мире не обходились так дурно, как со мной? Они меня запихали в этот жуткий темный клопот. Это тебе мерещится, безумец. Я утверждаю, что нет темноты, кроме невежества, в котором ты заблудился хуже, чем египтяне во тьме египетской. Сэр Топос, умоляю вас, пожалуйста, отнесите мое письмо. Хорошо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Сто кратно с радостью приму Цезарю куда? Затем, кого люблю, как жизнь и как зеницовка превыше жен, восторжена глубоко. Что ж я отвергнута? Он обманул вас. Кто обманул вас? Кто вас оскорбил? Сейчас напомню, если ты забыл, позвать священника. Пойдемте, друг. Не уходи, Цезарю, супруг. Супруг? Что слышу я? Да, мой супруг. Скажи, будь тверд. Ее супруг, щенок. Увы, ну это только не из-за страха. Могла б тебе приличие подарить. Смелей, Цезарю, держи судьбу. Будь тем, кем должен быть и станешь равен тому, чего боишься. Пойми вашего священства, скажите, хоть и было решено хранить во тьме, покуда не созреет то, что открылось в силу обстоятельств. Скажите, что произошло недавно меж этим юношей и мной? В союз с бессрочным обязательством любви, поддержанный соединением рук, удостоверенный сближением уст, упроченный дарением колец. Сей договор свершен был по обряду и засвидетельствован мной по форме. Как говорят мои часы, с тех пор всего лишь два часа я шел к кончине. Ах, ты щенок двуличный! Кем ты станешь, когда тебя засеет седина? Или, плутая с хитростью своею, ты сам себе на ней сломаешь шею? Ну что ж, бери ее! Ты, наконец, ну никогда не попадайся мне! Милорд, я протестую! Молчи! К чему все это? И в страхе сохрани хоть часть обеда! Скорее хирург и сэру Тоби тоже. Чем дело за Рендриум? Он проломил мне башку! Сэру Тоби раскроил весь кумпол. Я бы 40 фунтов бы отдал, чтобы сейчас оказаться дома. Ах! Он все это сделал! Придворный святый герцог, некий Цезарь. Я думал, что он трус, а он воплощенный дьявол. Хару исполейся! Вот он! Ни с того, ни с сего! Проломили мне башку! А если я чего и сделал, то это все сэр Тоби! А вы это мне? А я ничего не знаю! Вы без причины на меня напали! А после вечного разговора мы разошлись и без всякого ущерба! Стоп! Без всякого! А пробитая башка! По-вашему, не ущерб! Мы, значит, разошлись без всякого ущерба! Для вас, значит, тьфу! Сейчас сюда ковыляет сэр Тоби, тоже кое-что порасскажет! Если б не был под этим делом, пощекотал бы вас, как следует! Дорь! Дорь, ты не знаешь мне, где коновала? В стельку! Целый час с восьми утра залил глаза! Значит, он непотребный тип! Я не люблю налезавшихся с котов! Привет, джентльмен! Что это с вами? Ну, сэр Тоби! Ну, в чем дело, сэр Тоби? Кто вас так разделал? Сэр Тоби, позвольте, я помогу вам! Нам обоим требуется перевязка, присыпка, перемазка... Вы мне поможете? Ох ты! Ослиные башки! Негодяи! Мария! Мария! Уложите их в постель! Пусть осмотрят рану! Пойдем в постель! Мадам, я виноват, ваш родич ранен, но будь хотя бы он мне брат родной, я также вынужден был защищаться! Вы... Смотрите так отчужденно! Знаю и чувствую, что я вас оскорбила, душа моя! Прошу прощения ради недавних клятв, что мы произнесли! Одно лицо! И голос! Кто их двое? То и не то! Оптический обман! О, мой непостижим! Антонио! О, дорогой Антонио! С тех пор, как мы расстались, каждый час был пытки для меня! Вы Себастьян? Ну, Антонио, сомнений в этом нет! Ну, как могли вы раздвоиться? Две половинки яблок так не схожи, как эти два создания! Кто ж из вас есть Себастьян? Что? Я ли это? Брата не имел! И не владею качеством богов здесь и повсюду быть одновременно! Мою сестру недавно унесли слепые волны! Вы мне не родня? Как вас зовут? Откуда? Кто вы родом? Из Миссалины! Себастьяном звался отец мой! Брат мой тоже Себастьян в таком вот платье! Похоронен морем, если духи могут брать обличье и платье выявились нас пугать! Я дух, но воплощенный в грубой ткани, доставшийся мне в материнском чреве! Будь вы женщина, а в остальном вы совпадаете! Я пролил слезы на ваши щеки и воскликнул «Здравствуй, усопшая Виола!» У отца над этой бровой родинка была, как у моего! Он умер в день, когда Виоле от рождения исполнилось тринадцать! И это свято помню! В тот самый день пришел ему конец, когда сестре исполнилось тринадцать! Вот мне теперь для радости помех! Пожалуй, кроме моего костюма, не обнимай меня! А докажи с лечением фактов времени и места, что я Виола! Это подтвердит и местный капитан! К нему мы сходим, там и хранится женский мой наряд, тот капитан! Помог мне поступить на службу к герцогу, и с той поры я на глазах у леди у лорда! Ух! Случилось так, что Вы ошиблись, леди, но Вам определила путь природа! Вы обручиться с девушкой хотели и все же не обманулись! Поклянусь, что Ваш супруг был так же не поручен! Не сомневайтесь, кровь в нем благородна! А если это зеркало не лжет, то в том удачном кораблекрушении и для меня есть доля! Мальчик мой! Ты говорил мне сотни раз, что я тебе милей всех женщин на земле! Этими словами я клянусь и эту клятву сохраню в душе! Как эта сфера сохраняет пламя для развлечений дня и ночи! И дай себя увидеть в женском платье! У капитана спасшего меня хранится мой наряд, но вот беда по проискам Мальволю и Святой Миледи! Он томится под арестом! Ага! Ах, да! Ну так позвать его сюда! Ах, да! Совсем забыла! Как говорят, бедняга не в себе! Я и сама-то не в своем уме! Настолько, что могла забыть об этом! А что там с ним? Мадам, он сдерживает в себе Вильзывула, как это только может человек в его состоянии! Он тут написал вам письмо! Я должен был передать его утром! Но я подумал, что послание полоумного не святое писание! Ну, вскройте его! И не важно, когда оно придет вам! И прочтите! Ага! Слушайте все! Поучительное зрелище! Дурак выступает от имени сумасшедшего! Видит, видит, видит Бог! В чем дело? Ты тоже спятил? Мадонна, я же читаю бред сумасшедшего! Если вы хотите, чтобы это выглядело натурально, позвольте соответствующие тоны! Видит Бог! Ну, прошу тебя, ну, читай, не дурачься! Я так и делаю, Мадонна! Чтобы читать правильно, надо читать именно так! Поэтому, внимание, Мадонна, и внемлите! Видит Бог! Боже! Читайте вы! Ай, Мадонна! Ай! 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 и дали волю надо мной своему пьяному родичу. Но я владею собой не хуже вашей милости. При мне ваше письмо, которое и побудило меня держаться так, как я держался. К вашему стыду, мадам, а он докажет несомненную мою правоту. Думайте обо мне, что вам заблагорассуется. Я опускаю здесь выражение преданности, ибо во мне говорит несправедливо нанесенное обидно, мальволео-супье, принимаемый за сумасшедшего. Он это сам написал? Он, мадам. Сходите и приведите его сюда. Милор, когда угодно видеть вам во мне сестру, а не жену, пусть этот день венчает два союза в этом доме. Благодарю, мадам. Я, мадам, спешу принять такое предложение. А вас мы увольняем. Но за службу, столь несовместную ни с вашим полом, ни с вашим благородным воспитанием, за то, что я был вашим господином, вот вам моя рука. Мальволео. Теперь хозяин обрел хозяйку. А я сестру. Так это тот безумец? Мальволео, что с вами? Оскорблен, мадам, смертельно вами оскорблен. Как? Мальволео. Да, леди. Прошу простить это вот письмо. Вы не откажете, что почерк ваш, вы не напишете другой рукою, не скажете, что эти выражения характерны, если печать не ваша. Но если так, тогда спрошу по чести, зачем все эти признаки приязни велели улыбаться и носить подвязки с желтыми чулками, быть строгим сэром Тоби и другими, когда ж послушно я исполнил это, упрятали меня во тьму, выслали священника и невообразимым посмешищем представили меня, зачем все это? Почерк здесь не мой, Мальволео, хоть правда сходство есть. Ручаюсь здесь рука Марии. Теперь я вспомнила, она впервые сказала мне, что вы сошли с ума, и вы тогда явились, это, улыбаясь, таким, как это изображено в письме. Прошу вас, успокойтесь, над вами пошутили слишком зло, но злоумышленников мы накажем, вы будете судья и обвинитель в своем же деле. вам всем воздастся за меня. Бедняга, он задет до глубины души. Пусть кто-нибудь пойдет и с ним поладит. Потом дождемся золотого часа торжественного сочетания душ. Цезарио. Пойдем. Я буду так вас звать в мужской одежде, а в той, что вам с рождения пристало, хозяйкою и королевой бала. Когда еще был я совсем малец, и хей-хо, ветер и дождь, Чего не творил я, куда не лез, А дождь, что не день, все дно и дождь. Когда дорос до зрелых годов, И хей-хо, ветер и дождь, Я дверь от воров запирал на засов, А дождь, что не день, все дно и дождь. Когда же, увы, я стал женат, И хей-хо, ветер и дождь, Не нажил себе ни добра, ни полад, А дождь, что не день, все дно и дождь. Когда же стал я живой, где-два, И хей-хо, ветер и дождь. С похмелья болела моя голова, А дождь, что не день, все дно и дождь. Мир существует с давних времен, И хей-хо, ветер и дождь. И все те же комедии ставит он, И публике нужно одно и то ж. КОНЕЦ КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok